События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте! Опасные финансовые игры. Оренбург заполонили все возможные трейдинговые компании. Людям обещают золотые горы, берут стартовый капитал в виде денег и недвижимости, но когда дело доходит до получения прибыли, все нередко оборачивается полным провалом. Можно ли считать трейдинг новой финансовой пирамидой? И верят ли оренбуржцы в столь легкую наживу? Расскажем через пару минут, но сначала обзор наиболее заметных событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы заявим также, что мужчину уже отстранили от работы. Руководитель оренбургских пассажирских перевозок Артем Зефиулин заявил, что в ближайшее время на предприятие приведут дополнительный инструктаж со всеми водителями. Снегопады продержатся в Оренбурге до праздников. Так мощный снегопад обрушился накануне и будет господствовать в нашем крае еще как минимум в сутки. Непогода отступит в празднике, когда очередной очаг пониженного давления принесет в область потепления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желая много заработать, потеряли все. Оренбуржцы становятся жертвами консалтинговых служб, набирают кредиты и в одночасье теряют свои сбережения, расставаясь с недвижимостью. Такая история приключилась и с героями нашего материала. На какие жертвы люди идут ради обещанного богатства? О больших рисках, запутанных схемах и настоящей трагедии. Специальный репортаж Ольги и Дмитрия Григорьевых. Сергей Нурмаганов в одночасье стал человеком без определенного места жительства. Единственной квартиры он лишился, продав ее малознакомым людям. Сейчас рассказывает, как все произошло. Мужчина гулял по торговому центру города, когда к нему подошла красивая молодая девушка и предложила совершенно бесплатно пройти 10-дневные курсы финансовой грамотности. Сергей засомневался, но на предложение откликнулся. Пришел по приглашению в офис консультативного центра. Обстановка внутри располагала. Сергей сразу понял, здесь работают серьезные люди, которым можно доверять. Собрали небольшую группу и начали объяснять, что это такое значит на Форексе, как играют, как там зарабатывают деньги, как это нас банки лохуют. Вы туда не ходите, вот к нам приходите, вот мы вас научим. Два дня экономисты учили зарабатывать на фондовом рынке. На третий предложили поиграть самим ученикам. Глаза загорелись, Сергей пребывал в эйфории и полной уверенности, что вскоре сорвет крупный куш. Он принес в конторы первые деньги. Сначала выигрывал, потом начались первые неудачи. Но азарт был неумолим. В итоге он с головой залез в долги. Занимал у знакомых в банке, а когда спустил все деньги, согласился заложить квартиру. Подписал договор купли-продажи. Мне менеджер объяснил, это просто так. Вы делаете купли-продажи, а потом, когда мы начинаем зарабатывать деньги на Форексе, мы эту сумму же наберем и с ними же рассчитаемся обратно. Просто опять же делаем купли-продажи обратно. Вы у них выкупаете опять-таки. И все. Но вы просто поверили. Да, я поверил. Деньги в итоге ушли. Выкупать квартиру было не на что. Сергей остался без крыши над головой. Ведь из квартиры его просто выгнали. Из дома пришлось уйти в никуда. Сейчас временно живет у родственников. В такой ситуации мужчина оказался не один. Похожая история и у Валентины Турцовой. У нее пенсия 6 тысяч в месяц. Говорит, что никогда больших денег в руках не держала. А когда попала к брокерам, будто рассудка лишилась. И начала соглашаться со всеми предложениями консультантов. Сразу начинают закручивать. Никаких 10 занятий не было. Сразу сажали, давали пить чай, кофе. И вот рисунки, 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 рисунки. Сидишь и усмотришь, что не рисуют, что не пишут, непонятно. И вот такой экран, два экрана огромных, вот на такую комнатку почти. Чуть-чуть побольше. Посидите немножко сейчас. Ну куда можно глазить? Только вот в эти вот. Там ничего нет. Там вот эти вот идут. Обалование. Кодируют, наверное, мозги. Или как, или что, как это называется. Психическая обработка. Вот я, например, двух квартир лишилась. И кредитов на меня навешали. Но одну квартиру удалось отсудить. Заявить о своей беде всему городу решились только три пострадавших. Но у этих людей есть еще десяток знакомых, подаривших трейдерам квартиры. А в интернет-просторах уже давно висят предупреждения от обывателей, лишившихся последнего, пытаясь заработать на бирже. Стоит отметить, что ни полиция, ни прокуратура не усматривают в сложившихся ситуациях состава преступления. Люди сами идут на риск. Они ставят свои подписи и несут деньги в финансовую организацию добровольно. Представители консультативного центра разводят руками и недоумевают. Удача дама капризная. Многим ученикам действительно не везет. Но компания-то тут при чем? Люди, которые работают, есть те, кто зарабатывает, есть те, кто теряют. Поэтому, в принципе, у вас тоже в этом понимание быть. Я что должен как-то это вернуть или что-то сделать, они же не ко мне деньги эти в карман поступают. Они остаются все на международном финансовом рынке. Там есть люди, которые оттуда извлекают прибыль, есть наоборот. И вот этот круговорот, скажем так, он постоянно будет существовать. Пока люди будут играть на этой бирже. Вот она вся суть. Честна ли финансовая рулетка – вопрос интересный. Но пока правоохранительные органы не имеют претензий к всевозможным трейдерам, консультантам и учителям биржи. Каждый потенциальный игрок отвечает за себя. Эксперты советуют помнить, выйти победителем из финансовых игр может не каждый специалист. А человек неподготовленный и вовсе рискует легко превратиться не в миллионера, а переехать в трущобы. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время. Ну, впрочем, квартиры – не самый крупный проигрыш, который может случиться, если ты играешь по-крупному. Ведь игра на бирже – крайне рискованное занятие. Иногда трейдеры, которые жаждут сорвать большой куш, забывают об элементарной самозащите, ну и рискуя теряют абсолютно все. Это типичная ситуация. О пятерке самых громких биржевых проигрышей готова рассказать Екстерина Киселева. Джером Кервилл – трейдер крупного европейского банка, который потерял больше 7 миллиардов долларов. Его мошенничество с еврофьючерсами называли даже аферой века. Он попал в руки полиции после того, как обнаружилось. Со счетов банка пропала баснословная сумма денег. Объем сделок трейдера Кервилла превышал размер бюджетного дефицита Франции, а также капитал банка, и составил в сумме 50 миллиардов долларов. К сожалению же, Рома прибыли он так и не получил, но его стратегии-таки достойны внимания. Джон Мэривезер, основатель хедж-фонда Long Term Capital Management, потерял почти 6 миллиардов долларов. Опытный трейдер привлекал клиентов в свои особые рыночные стратегии, а также обещал им самые минимальные риски, которые будут продолжать снижаться. Когда Мэривезер сделал ставку на фондовый рынок России, он сильно ошибся. Компания стала банкротом, а российская биржа сняла с себя все обязательства. Ну, как бы все логично и понятно. Просчет перспективных акций стоил Джулиану Робертсону 17 миллиардов долларов. Ранее его называли великим трейдером, до тех пор, пока он не свернул ни туда. Стратегия Робертсона заключалась в следующем. Он делал большие ставки на акции, которые считал перспективными. Начинал Джулиан с хедж-фонда Tiger Management, которые потом и стали банкротами. Так трейдер потерял большую сумму. Финансовое мошенничество стоило Питеру Янгу 400 миллионов долларов. В компании Morgan Grandfell Asset Management он работал биржевым менеджером. Когда Янгу уволили из компании, обнаружив нарушение, он тайно создал несколько своих фиктивных компаний для реализации акционерных вариантов. Правда, его план не удался. Он потерял много денег и скрылся. Они обнаружили Питера Янга в женской одежде. Во время суда он был признан невменяемым. На первом месте братья Хант, Нельсон и Уильям. Точные суммы их потерь до сих пор не называются, потому как убытки их были связаны с торговлей серебром. Их успех начался, когда они купили 100 миллионов унций слитков из серебра. С началом обвала, в истории этот день значится как серебряный четверг, рухнули цены. И первой потерей братьев стали 400 миллионов долларов. Далее они продолжили продавать серебро по стоимости ниже закупленной ранее. Уже в 1998 году стали банкротами за попытки контролировать стоимость дорогих металлов. Их оштрафовали на 10 миллионов долларов. Общая сумма, которую они потеряли, не разглашается. Хотя, если примерно прикинуть, то сумма очень-очень кругленькая. Пожалуй, им стоит отдать золото в номинации «Самая большая потеря» за всю историю трейдинга. Так что учитесь на чужих ошибках и не рискуйте зря, ибо рискуйте потерять самое дорогое – свободу. Но между тем, далеко не каждый оренбуржец отважится играть на бирже. Люди понимают, что это опасно, но в погоне за легкой наживой можно потерять все. Нет. Почему? Ну, и потому что в азартные игры не играю. Нет. Почему? Кризис в стране. Я не понимаю в этом ничего. Мне некогда. Я занимаюсь конкретным делом, поэтому не играю. Нет, не боюсь. Потому что есть случаи, когда люди довольно удачно играли, так скажем. Ну, это мои близкие люди даже. Поэтому страха нет. Да нет, мы уже старые, нам не до этого, не до игрушек. У нас внучки, нездоровье, муж у меня больной, так что нет. Нет. А почему? Не знаю, это лохотрон какой-то. Риск есть обязательно, но кто-то выиграет, кто-то проиграет. У кого лишние деньги, пускай играют. Нет. А почему? Ну, как бы, я особо не понимаю суть. Ну, в общем, играя на бирже, покупая акции или облигации, нужно понимать, что все это связано с повышенным риском. И вместо золотых гор игрок может попросту остаться у разбитого корыта. Специалисты отмечают, вся эта деятельность регулируется Центробанком. Но в России насчитывается только 8 официально зарегистрированных дилеров. Как правило, участникам финансового рынка, частным участникам, профессиональные участники предоставляют такой финансовый инструмент, как плечо. То есть для того, чтобы увеличить ваши возможности по получению прибыли, ваш капитал, например, в размере 1 миллиона, они увеличивают на 2 или более раз. То есть фактически, участвуя в биржевых торгах, вы распоряжаетесь сиюминутной суммой, кратно превышающей размер вашего собственного капитала. Если результаты этих торгов негативные, не так пошли, как вы ожидали, то получается, что вы в одночасти становитесь должником очень приличной суммы. Финансовый рынок может сильно привлекать и казаться этаким лакомым куском. Но экономисты призывают людей быть очень аккуратными, поскольку эта сфера требует большой подготовки и хорошего знания рынка. Ну, во-первых, если заведомо обещают очень высокие проценты, гарантированно, это уже должно вас, значит, так скажем, привести и насторожить немножко, привести в такое состояние настороженности. Второе – это отсутствие лицензии, то, что можно проверить на сайте Центробанка. Третье – это в том числе предложение пополнить счет, с помощью которого осуществляются финансовые торги, наличными или переводом с карточки. Надо сказать, что в данном случае пополнение счета должно осуществляться банковским переводом. А на сегодня все. Напомню, выпуски программы «Наше время» доступны на официальном сайте 56nv.ru. Наш телефон – 37 00 83. Мы ждем от вас интересные темы. Сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи.